Всем здорова, с вами Максон, продолжаем играть в FIFA Ultimate Team и сегодня выпуск у нас начнется с открытия паков. Если у вас возникнет вопрос, откуда взялись паки, 15 штук, то я скажу, что я просто играл в сквад баттлы, несколько СБЧ-шек собрал и какие-то награды, в общем, там, падали за то, что я играл, опять же, те же самые сквад баттлы. Я их не записывал и не показывал вам, потому что, ну, сквад баттлы, это игра с ботом, это не очень интересно, но зато можно выбить паки. Вот. Поэтому открываем. Серебряный набор не очень-то интересно, выпадает серебряный игрок, которого мы, в принципе, можем просто потом слить. Хотя, если выпадет какой-нибудь дорогой, так, ну, вот это 950, не очень-то цена, тут особо дорогих не бывает. Кстати, вот эта вот штучка, которую меня постоянно отправляют вот так вот в центр, скорее всего, связана с программой, через которую я записываю, потому что я сегодня просто играл и в менюшке сидел, меня никуда не кидало. Поэтому, неважно, открываем два еще серебряных игрока, начнем с минимального и не самого интересного. Тут какой-то шведцопник, думаю, тоже не очень дорогой. Так оно и есть, вот этого чувака вообще нет на трансферном рынке, поэтому мы можем сами задать цену. А, ну, они неподаваемые, поэтому пофиг. Серебра вроде больше не осталось, остались одни классные золотые наборы, поэтому открываем самому первому. Золотой набор, один редкий игрок. Что это за страна такая, я, честно, не знаю. Что это за клуб такой? Спортинг Куба, что? Так, это Альмус Рати. Хм, цопник. Но будем проверять цены, потому что в прошлом выпуске Егор мне сказал, что я какого-то чела упустил, выбрал не того, но он стоил когда-то дорого, но сейчас уже недорого. Поэтому будем чекать иногда цены, мало ли, стоит неплохо. Смотрите, вуманы стоят, кстати, довольно-таки хорошо. 1300, я ее использовать явно не буду, поэтому можно выставить на трансферный рынок, но они не продаются, поэтому пофиг. Косарь монет, бонус. Большой золотой премиум, тут 7 целых редких игроков. Может быть, что-нибудь нам интересное вывод дадут. ЛФАшник Испанец из Барселоны. И это Ферран Торрес с рейтингом 82. Не так уж и много, в принципе, но это Ферран Торрес. Барселоновский. Ага, Альварес Матич. Но тут уже все на обывание, поэтому... Ну, такое. Можно будет слить в какую-нибудь СБЧ-шку, например. Поехали дальше. Редкий мега-набор. 30. Игроков 30. Француз-вратарь Маньян из Ювентуса. Это Пейраут Магнин. Я не знаю, что это за вратарь. Ну, такие, короче, игроки. И, короче, пока не очень везет. Три редких, точнее, три золотых игрока. Немец ПЗ-шник. Может быть, какой-нибудь новый мне пригодится. Потому что мне кажется, что у меня на ПЗ стоит не очень. А, ну да. Это Вумен. Это тоже мы скипаем. Дальше поехали. Набор с тремя обычными золотыми. Еще один такой же. Но это обычный. Это ничего интересного. Хотя тоже, смотрите, ПЗ. Это вайт. Белый. Дальше поехали. Два редких игрока. Тут, может быть, что-то поинтереснее. Голландец ЦЗ. Ван Дейк. Нет, из Баварии. Это Делихт. Это Делихт. Ну, 86 Делихт. Слушайте. Not bad. Физуха защиты хорошая. Скорость, правда, небольшая. Но нормально. Там можно будет, если что, его апгрейднуть в развитии. Кстати говоря, о развитии я апгрейднул себе нападающего. Влаховича. Ну ладно, это все потом. Открываем двух редких дальше. Аргентинец Цапник. Леонеля Месси. Нет, это Тоттенхэм. И это, и это Лоцельсо. 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 81 рейтинг. И с ним еще Демаркес. Ну такое. Еще один открываем. Три нападающих. 81+. Может быть, повезет. Ага. Так это же Халлер. Ну у него сколько? У него 83. Это, в принципе, все в СБЧшке слить, я считаю. Такое. Может быть, здесь кто-то хороший игрок. Я не знаю, мне опять после выпуска скажут, когда я продам его. Но это все будет потом. Два редких игрока 80+. Испанец Вратарь Дехея. Нет. Это не Дехея. Это из Бильбао. И это Уна Симон. 83. В принципе, тоже можно слить его. Мне вполне Сомер устраивает. Даже дубликат. Ага. Марио Руи. Не продается, поэтому скипаем. Остается все меньше паков. Открываем еще один. 82+. Два редких. Англия ПФА. Из Манчестер Сити. Ооо. Это у нас... Блять. Келли. Это Келли. 84. И Ля Казет. Ну, Ля Казет. Хорошо. Три редких игрока 83+. Это, по-моему, пак, который давали просто так. Каждый раз, когда я захожу в ФИФО. Он у меня есть. Нападающий из Лиона. Француз. И это... Лисомер. Она у меня есть уже. Ее, кстати, можно слить в какой-нибудь из быча. Например, сейчас. Лисомер и Мартинелли. Кстати, тот Мартинелли, который у меня есть, он продается. Его мы сейчас продадим. Этот предмет мы оставим. А Лисомер-то не продается. Нет, не продается. Поэтому Мартинелли продаем. А Лисомер мы засунем сейчас в какой-нибудь пак. Я покупал за 4900. Но сейчас минимально начинать с 4700 я увидел. Но, наверное, я вот так вот его и солью за 4700. Пофиг. Все готово. Лисомер я слил. Сейчас нам ее нужно будет распределить в состав. Лисомер слили. И обменял на пак 84+. В принципе, там, может быть, нам повезет. Вот давайте откроем. 77+. Три золотых. Португалец Цопник. Или Альхилляля. Это Рубен Невеш. Ну, такой. 84 у него. Тоже можно будет слить, если надо будет. Гави и Вахи. Так. Три редких золотых игрока мы открываем. Цопник немец. И это Кимих. Это Кимих. Это хороший дроп. Это замечательный дроп. Посмотрите, как он радуется. Это Цоп. Это Кимих. Отлично. Вот это хорошо. Я не знаю, как он у нас фишется. Я думаю, не особо. Но мы его... А что за стрелочка у него такая интересная нарисована? Ладно. Сейчас попробуем поставить состав. Только я не помню. У меня там ЦПшники или Цопники. Ну и последний пак. Три редких 84+. Хоть что-то. Англия, ПЗ. Ну вот ПЗ. И Стоутенхем. А кто у них там играет сейчас? Это что? Верните мне мой 2007-й? Что за Невил? Я честно не знаю, кто это. Но у него хорошие показатели. Помимо... Ну, кроме скорости. Хорошо. Для защитника. Ну, видимо, я буду использовать ее... Его. Подождите, это она? А, это же она. Я понял. Это... Я понял. Я... Габриэл Жезус и Вер. О, а вот Жезус это, блин, интересно. Возможно, я перестроюсь из два нападающих. Потому что Лахович у меня сейчас апгрейднутый. Сейчас я покажу. А, еще мы можем открыть промо-пак. Точнее, вот этот предпросмотр. Стоит ли его выкупать? Англи... Ой, Англия. Аргентина ПП из Астанвилы. Это Буэндия. А, Буэндия, наверное, Буэндия. Напомню, мы в восьмом дивизионе. И сейчас я посмотрю. Так, что тут можно поменять интересного? Блядь. Да, блядь. Да, блядь. Если мы впихнем Невил, да, у нас ничего не поменяется особо. Хотя, что у него, что у нее 84. И у Риса Джеймса даже все будет получше, кроме защиты и физухи. Но он что-то немножко как-то уступает. Не знаю. Мне кажется, последнее время. Кстати, смотрите. Кимих может играть как ЦП, так и ПЗ. Но для ПЗ, я думаю, у него скорость небольшая. Вот на ЦП можно поставить вместо Коки. Смотрите, все показатели у Кимиха лучше, но падает сыгранность. У нас потому что нет вообще никаких немцев и немецкой лиги. Но можно тут что-нибудь попридумывать. Например, поставить Делихта вместо Ляпорта, например. А если Ляпорта еще нет? Так, а что можно еще сделать? Да сука. Я только сейчас понял, что вот этот вратарь, это тоже, наверное, Вумен, да? Гави может играть на ЛФА. Быть может, его там и использовать. Но тоже падает сыгранность. Рис Джеймс очень сильно выпадает. Из этого всего списка. А если Невил сейчас выпустить? Нет, тоже ничего не поменяется. Жаль, что Бернарда Сильва не может играть Цапника. А может быть, нет. А что за прикол? Вот как это Дели может играть Форвард, ЦФД и ЛЗ? Это что за сверхиспользование сейчас способностей? Можно выпустить вот так вот Джезусов вначале. Но видите, я Влаховича улучшил. У него было 83 рейтинг. Я сделал ему развитие. Это добавленная новая фишка FIFA. 24. Ну, вы понимаете. Ей, ФК там. И у него теперь 85. Я его очень раз не тестировал. Короче, так и поиграем. Но вместо Риса Джеймса я какого-нибудь другого нашел. В общем, очень хорошо вписывается Ди Лоренцо. Из Италии. У меня тут Сомер из Италии. Плюс он сам итальянец. У меня есть Баррелло. У меня есть Беррарди. Из Италии Влахович. Из серии. В принципе, вот. Очень хорошо вписался. У меня была сыгранность с Рисом Джеймсом. 20. Теперь 26. Вот попробуем так поиграть. Я его прикупил. Надеюсь, он норм. В принципе, скорость хорошая. Защита Физуха плюс-минус. Учитывая, например, сколько у Гримальда дадут. Я думаю, для этого дивизиона, в принципе, пойдет. Поэтому продолжаем. Стартуем. Так. Играем в гостях. Никакой Жироны. Состав. Ну, посмотрим состав. Кобель, Делихтар, Ауха, Беллинген, Рафаэль Лиао, Семьен, Вернер. Улучшенный Вернер. Ну, не знаю. Состав, в принципе, плюс-минус балансовый. Не особо сильный. Хороший, но не супер лютый. И в нападении Асимхен сыграет в стим. Асимхен? Он его назвал Асимхен? Серьезно? Что за прикол? Асимхен. Блин. Так, попробуем по флангу Берарди. Влахович, ну почему останавливается? Влахович! Опасненько. Разыграем угловой навесик. Куда? О, перелетел. Перепрыгнул, Делихт. Блин. Нет, не было. Сука. Потерял немножко фланг. Ладно, верно, разобивает нам 1-0. Надо сосредоточиться. Я что-то с ботами сейчас покатал в сквад баттлах. А что-то с человеком немножко по-другому надо, оказывается. Борелла. Влахович! Влахович! Славенький удар. Ой, это случайно. Хорош, Дилоренцо. Дилоренцо, хорош. Нет, успеть, успеть. Блядь. Опять на грани все. Так, надо сосредоточиться. Какая-то хуйня. Хорош. Лис... Лисомер, хотел сказать. Просто Сомер. Давай, Борелла. Ну. Влахович! Куда это? А, угловой. Ну. Есть. Один есть, один отыграли. Дилоренцо с дебютом. Нет, хорошо. Дилоренцо пока очень хорошо смотрится. Лишь бы не сглазить. Некоторые отборы я вам просто не показывал. Явно не вставлял. Но он очень даже хорошо смотрелся в первом тайме. Еще и гол забил под конец. Это очень даже неплохо. Попробуем. Давайте вместо Влаховича. Хотя нет, я вместо... Вот так вот. Вместо Оль мы выпустим Сильву. Можно, конечно, попробовать Джизуса. Но... Я доверюсь Влаховичу. Я думаю, он еще забьет. Погнали. Да, ну какой подкат! Блядь! Паредес! Точнее, подкат-то ладно. Это я сам нажал, но... В мяч же... Я перекрывал мяч. Подкаты тоже переработали. Сука! Смотрите, в центр ударит. Блядь. Блядь. Повезло. Сомер. Да, пиздец. Ну, что-то, походу, тут я пролетел с этой победой. Давай, хрожепас на Рафиню. Свеженький. Давай, пожалуйста. Один нужен нам. Ну, хорошо! Рожь, блядь. Я думаю, это чувак из тех, которые будут тянуть время. Вот эти, знаешь, гандоны, блядь. Которые играют. Давай, давай. Давай, Берарди. Ну! Да куда это, блядь? Куда это? И это отворот, да, будет? Так, что-то я вообще Влаховича не вижу, реально. Попробуем выпустить Джезуса направо Мартинелли тогда. Реальный отворот, ну капец. Блядь. Ну! Ну дай нормальной! Ну, Сильва! Блядь, сука! Ну почему? Ну просто попади в ворота, ёб твою мать! Сука! Хорош, Мартинелли! Кому? Да... Какой пас? Ну серьезно? Бля! Ну ударь! Ну! И не фола, и ничего не было. Ну, сука! Хорош! Ну! Есть! Но не хватит времени. 89-й, а 4-3. Ну что такое? Что за... У меня привычка делать себе проблемы, а потом пытаться камбэкнуть. Бля, не хватило времени. 4-3. Ладно, это был мой разогревочный. Тут как будто, знаете, опять ощущалось, что типа чел уже много играл. Сейчас вот все утро, грубо говоря, уже размялся. Я такой только влетел после ботов. Ладно, погнали. Обидно, что мы откидываемся назад на флажок. Я забыл про то, что нам нужно срочно выиграть. Ну, в любом случае, лучше выигрывать, конечно. Всегда помните об этом. Насчет состава, ну, даже не знаю. Влахович, честно говоря, выпал как-то. Попробую. А почему сейчас? Чего? А почему, если я сейчас выпущу Жизуса, то будет минус 5? Наверное, с появлением Ди Лоренца. Да. Ну, тогда продолжаем тем же составом. О, прикол будет, если сейчас того же чела найдет. Нет, стадион другой. Ли Самурай. Посмотрим его состав. Алисон. Я понял. Можно, можно скипать. Можно даже не смотреть. Опа. Нифига себе забегание. Давай, Ди Лоренца. Вы видали, откуда он бежал? Я смотрел просто вначале самым, как я его запустил вперед. И сколько он пробежал. Капец. Хороший забросик. Пас. И пустые. Есть. Есть первый, хорош. И это у нас Даня Ольма. Да опять пенальти! Ты заебал, пляшивый. Блядь. Ну, почему он не прыгнул? Я сразу... Я шагнул, конечно, может быть, лишнее. Но я сразу нажимал в правый угол. Он очень медленно прыгал. Ну, блин. Какие-то пенальти левые. Это вообще все лишнее. По сути, если бы в прошлый матч тоже не было пенальти, я бы сыграл ничью. Эу. Я сфалил опять. Это угар какой-то? Блядь, что за дизмораль? Ладно, все нормально. Хорош. 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 Борелла. Делать. Разницу делать, Борелла. Опять фол? Да пиздец, что за неженка нахуй на судье играет? Пляшивый козел, блядь. Давай. Пушка. Хорош. Хорош. Сюда, блядь. 2-1. И какие пенальти нам не должны помешать выиграть этот матч? Опа. Ну, это карточка. А может быть, красную дать ему? Желтая карточка. Блядь, что за пас? Я смотрел на табличку, желтая карточка. Думал, вдруг красная. Делоренцо. Давай, ребята. Пас. Ольма. Блядь. Хороший пас, ну. Ай. В касание не получилось. Пробить. Найс. Хороший перехват. Борелла. Борелла. Сам. Алисон. Алисон, конечно, неплохо. Не просто пробить. На Влаховича надо. А вот так, на Берарде. Что? Еще? Хера себе. Первый тайм 2-1. Потная катка. Поехали. Так, отличный пас. Но Влаховича давай, душан. Делай. Алисон, тяжело. Но я, возможно, опять зря через R1 стараюсь пробить. Что за правильный? Блядь, Алиса. Стоп. Ебанулась. А, она среагировала на вратаря. Я понял. Только сейчас осознал, что она заговорила. Блядь. Сомер. Сомер. Что творит? Пизда. Пу. Повезло. Сейчас повезло. Офсайд? Нет. Сука, нет офсайда. Сомер. Нет. Блядь. Играем. Нет нарушения. Влахович, быстрее, пожалуйста. Влахович. Ну, делай. Душан. Блядь. Это был очень лютый шанс. Нужно сейчас на угловом пользоваться. Пользоваться. Ну, что это? Бля. Гондон выносит. 2-2. Ну, пиздец. Я должен такой выигрывать. Какие-то пенальти левые. Голы на последних. Бля. Что-то плохой старт этого видео. Все. Собираемся. Нестабильно как-то играем. Ну, вот оно. Аджерона. Это должно нам принести победу. Домашний стадион. Погнали. Ян Раш. Капец. Трезиге. Отлично. Веер. Хороший пас на Влаховича. Давай, Душан. Блин. Серьезно? Он левнет? Нет. Не левает. Что-то перестроился, видимо. Я уж испугался. Думал, как обычно. В каждом выпуске кто-нибудь левает. Паредес. До конца. Опять пенальти. Да заебали. Да какого хуя. Я реально. У меня просто, блядь, по-другому не сказать. О. Хорош. Это специально, видимо, или что? Ферплей? Не знаю. Спасибо, чел. Влахович. В очередной забег отправляем его. Есть. Просто удар. Просто удар. И это гол. Все. 1-0. Все намного проще. Не надо никакие родинки думать. И Лоренцо. Очередное подключение к атаке. Обратно на Влаховича. Влахович. Берарди. Штрафной. Верарди. Блядь. Вас не прошел. Атака продолжается. Нет. Да. Нет. Верарди. Ударить. Как будто бы 9 летел. Но нет. Это выше. Влахович. Влахович просто рвется. Пингвинчик вперед. Не пропускают. Но я не умею особо бить. Попробуем вот что-нибудь такое сделать. Не знаю. Вратарь вступает в игру. Отбивает мяч. Плюс-минус неплохой удар. Опа. Серьезно. Хорош. Последний момент. Дилоренцо. Выручил сейчас. Может было пропустить. Ну. Катнули. Хорошо. 2-0. Верар. Карлайн. А красная карточка у чувака? А когда это произошло? Когда это произошло? Потом монтировать буду. Пересмотрю. Но я что-то даже не помню. Когда это было. Я думал. Почему у него проходной двор такой в защите? Интересно. Поэтому он оставил видимо паузы. Перестановки там какие-то делал. Давай в Верарде. Ух ты. Каков. Сейв. Пенка? Нет. Уже ушел. Хорошо. Все происходит. Сам. Влахович сам. Без гола нельзя уходить. Ротарь. И туда и обратно. Между собой обыгрались. И опять сюда. Ну и все делать. Есть. 3-0. Влахович. Хорош. Я думал. Тут мы не упустим свою победу. Было бы идеально. Если бы еще молодой человек сэкономил мое и ваше время. Я просто бы ливнул из этого матча. Второй тайм. Начинаем. Штанга. Сейчас чуть-чуть повезло. Облизнул мяч штангу. Как подключился. Я уже заколдовался сам своей атакой. Зачаровался. Придумал молчал. Хороший пас-то какой. Веер. И перекинуть. Красиво. Красиво. Это 4-0. Не хочешь покидать матч? Чел. Сейчас себе начнет забивать. Нет? Ну ладно. Водится. Тянет время. Ну и пусть. Его дело. Надо ему еще один забить. Чтобы было Аргентина и Майка 5-0. Веер. Так вот. Оп. Смотри, вот так. Оп. Блядь, это был прострел. Серьезно. Я удар, кстати, нажимал. Ну ладно, один отыграл. Да уже пофиг вообще. Что, мне очки будет делать? А, ну си. Ладно, хорошо. Смотрите. Еще повтор смотрит. Блядь, ну ладно. Пусть смотрит. Все, победа 4-1. Будто бы больше времени потерял. Но это победа. Это самое главное. Не знаю. Я не думаю, что это дело. То, что я поменял Дани Ольма и ВР. Местами. Ну, просто попал с такой степенью, которую можно было выиграть. Наверное, так. Не, я понял. Дело было в Жироне. Потому что это был домашний стадион. Поэтому мы выиграли. Что же сейчас? В гостях. ФК Амуре. По-моему, я с ним не играл. Погнали. Касание Берарди. Добить кому-нибудь, добить Лахович. Ух ты, ух ты, ух ты. Сколько пасеков. И опять вратарь. Кто у него стоит, кстати? Акинфеев, что ли? Он так долго бежал. Гримальда очень долго. Блядь. Чего я хуйню несу? Блядь. Нет, нет, нет. Нет. Сука. Ну, тут отскок, я считаю. Веер. И это 1-1. Соединение было разорвано. Козел ебаный. 3-1-1 ливает. Но соперник опять в гостях. Сова Лавлахович. Есть первый. Просто первые секунды. Сам быстрый гол, мне кажется, пока что, который я забивал. В этой ФИФе. Куда попиздил. Какого... Вот это мне сейчас повезло. Какого фига, блин? Я же был переключённый по Редос. Почему она отошла? АФК. Это куда? Блядь. Что вы делаете? Ох, как он затащил! Что? Я первый раз такую анимацию вижу. Офигеть. Блядь. Но всё равно. Блядь. Я был в ахуе от сейва. Но всё равно сразу же пропускаем. 1-1. Давай-давай-давай. Лавлаховичи хорошо. Но всё, в пустые. О-о-о-о. Охуеть. Какие анимации сейвов просто эпичные. Ага. Ого. Блядь. Опасно. Это ты чё? Блядь. Что в этом матче вообще происходит? Сомер. Господи, если бы не Сомер, я бы тут уже давно улетел. Ой, какая поредость хороша. Ну просто эти угловые я не могу. Не контролятся. Чел постоянно выигрывает борьбу. Первый тайм 1-1. Напряжённый матч, честно говоря. Это мне всё-таки путь опять до следующей галочки. До следующего флажочка. Тяжело. О, долгая пауза. У соперника чё-то менял, видимо. Поехали. Либо он просто встал в АФК. И мы будем этим пользоваться, естественно. Есть. Забиваем. А мне пофиг. Ну типа я чё ждать должен. Делаем преимущество. Можно ещё забить. Может он ещё в АФК постоит. Может быть он для меня тогда даст нам победу. Было бы вообще шикарно. Так. До сих пор так же. Давай. Опа. Ай. Встаём. Лахович. Удар. А на-на-на. Чикс. Фасик. И Лахович. Опять накрыли. Он походу начал играть. Да, он начал играть. Это офсайд? Это 3-1. Это не офсайд. Окей. А теперь начинаем играть. Ок. Или это он мне дал преимущество до мяча, чтобы у меня выиграть? Брата посадил. Штанга. Мне везёт. И я играю. Да нет смысла отсиживаться. Надо играть дальше так же, как в ферментайме просто, я считаю. Ого. Он вратаря убрал и всё равно он вытащил. Капец. О, смотрите. Это я люблю. Сейчас закрутим в роту. Почти. Я думаю, в следующий раз он подумает, чем вратаря убирать. О, кайф. Мы вот так сделаем. Я давно такое не делал. Херни. Ладно, хотел сделать очки. Судьба меня и тела от того, чтобы я сделал это. Что-то всё залагало, блядь. Что всё лагает? Всё, ставит паузу. Я думаю, пусть сливает. Как вам такой розыгрыш? Опа. Ого. Ого. Блядь. Завершение шикарное, я считаю. Пошёл, Влахович. Блядь. Ну, почему вот он не попал в пустые ворота? Это типа я стик так отклонил плохо или что? Печалька. Ой, 4-1. Ничего себе. 4-2. Ну всё. 4-2. Так и заканчиваем. Мне пофиг, что он мне отдал, что он был АФК. Это за всю боль предыдущих конченных человек. Добираемся до флажка. Я, если честно, планировал в этом выпуске дойти до седьмого дивизиона. Может быть, у нас это и получится. Есть два пака. 81+. Два редких игрока. Что у нас тут? Итальянец Сопник из Арсенала. И это... Джорджинио. Блядь, он у меня уже есть. Он непродаваемый. Можно его просто скипнуть тогда. Пофиг. Ещё один пак у АФК. 82+. Тут что-нибудь поинтереснее. Должно, наверное, выпасть. Было бы классно, конечно, какую-нибудь супер карточку. Но это... Это Коке. Де Пауль. 84. В принципе... Ну ладно, у меня есть посильнее там игроки. Если их только слить куда-то. Вот 83-84 в какой-нибудь пакет, где можно что-нибудь выгрести. Чуть-чуть интересное. Спасибо. Один пак у меня есть. Три редких игрока. Открываем. Что у нас тут? Француз. ПП Дембеле давай. Нет. Это какая-то женщина опять. Да. Матео. Пока сноровку не потеряли, погнали новый манч. И у нас тут что? Донарума. Угу. Маркинец, Варан. Ну, такой состав, конечно, сложный. Фигу, Фарлан. Поехали. Грималь, да? Опа. Остановиться. Вер. Пас на Влахович. Запутался в своих ногах. Сам. Не получилось пройти, но было близко. Берарди. Опа. Влахович. Влахович. Ай, блядь. Было очень близко. Я думал, что рикошет. Но нет, это просто мимо ударил так. Влахович. Тоже нужно такое реализовывать. О, Петита очень классный, кстати, защитник. Он почему-то играет в центре. Разве... Ну, он вроде защитник, если я не ошибаюсь. По крайней мере, в 23 филе он был у меня защитник. Нет, ну, блядь, почему так легко? Грималь, да проебался на своем фланге. Пропускаем. Че это за лаги, блядь? Я не понимаю, нахуй. Влахович! Да, сука. Да что лагает, блядь? Вообще пиздец. Блядь. Я не могу, у меня, блядь, с этим чем, он вообще лагает. Жестко. Два... Ну, точнее, 0-2, первый тайм. Попробую 4-4-2 поиграть, потому что тяжело. Борьба, у него как будто много игроков сзади. Я не могу пройти это. Блядь, ну! Лах! Да что я? Блядь, ассайд, да ну прикол. Давай. Сука. Да на руму еще хер пробьешь. Да ну в пизду, нахуй. У этого долбая бы все летит. Такое ощущение, как будто вот в этом матче у меня вообще, блядь, состав все отключился, нахуй. Они не бегут. Да пошел ты, нахуй. Ты нахуй. Красная карточка, пиздец, нахуй. Поиграли. Блядь, в щелаги, даже в меню. Что за хуйня, блядь? Там мне ничего не дают сделать. Я, блядь, не хочу этот матч играть. Штанга, да нахуй, я левая, я не хочу этот матч играть, пизду. О, лаботку выпустим. Не зря он, наверное, у меня выпал. Лаботку, да, не Ольма, плюс 4, 26 сыгранность, вообще кайф, погнали. Если честно, я что-то в тильте после последнего матча. Анжи, ФК, кайф. Это мы одобряем. Такой средний составчик, плюс-минус, как у меня. Ольма, Ольма, Ольма. Ну, Гави. Ну, Гави. Блядь, ну. Он еще так долго замахивался. Ну, что это вообще? 1-0, пирарди. Обидно, что после последнего матча мы выпустили увеличение. Два флажочка, x2. Можно было просто выиграть один и подняться в вершину. Придется теперь еще больше играть. Ольма. Мимо. Вы посмотрите, у меня как проходят повторы. У меня что, видеокарта насытилась или... Что это? Все лагает вообще. Я ничего не менял. Я как играл, вот 2 часа я уже играю. У вас явно поменьше. Сейчас бред вообще. Есть, Ольма. Второй, что ли, получается? Влахович. Пау. Влахович. Влахович. Сука. Ольма. Опас. Да куда? Да куда? Да барелла? Да что? Блин. Сука, он заебал тащить. Да ну просто попади в ворота. Блин, что с ударами вообще? Берарди. Давай сам. Не, у него кипер все вообще берет. Перенервничал, чувак. Ну надо забивать. Ну блядь. Да ну сколько можно? Он все берет вообще просто. Давай. Белоренция. Красавчик. Спаситель просто. 3-1. Оффсайд? Нет, офсайда. 3-2. Сидит 45-й, как обычно. Классика. Погнали. Второй тайм. Хороший поезд на Руфиню. Руфиня. Влахович. Ну, Влахович, давай. Есть. 4-2. Ну, хотя бы так. Рыла. Опа. Влахович. Ну, блин, он опять один. И ему никто не помогает. А может быть салям был? Попробуем. Сильва. Я сам запутался. Сильва. Главой. Опа. Опа. Такого здорового Влаховича завалили. Как так? Влахович, ну давай. У нифига пушка. Опять вратарь тащит? Я не знаю. Но он очень много у него выручает сегодня. Да. Если бы не лагало, было вообще идеально. Я правда не знаю, что это такое. О, Влахович. Ну. Есть. Сюда. Ну, пусть ливает. Дайте мне хоть кто-нибудь ливнет вообще, когда я выиграю. Снова Влахович рвется в штрафную. Давай пушку. Бам. Уф. Вратарь. Ну, очень хороший вратарь. Я до сих пор не помню, кто стоит. Давайте сейчас проверим. Вот так вот сделаем. Бауман. Нифига, он там даже своих бьет. Вроде Бауман-то не сильно скилловый, но стоит нормально. По крайней мере, в этом матче. Давай, Влахович. Еще раз. Вот с этого же угла давай. Бам. Сука. Что такое? Ну, давай, Влахович. Ну, наконец-то. Вот просто удар и гол. Все. Так и надо. 6-2. Ну, еще ищет свою счастье соперник. Вот пасы мне отдает, например. Оп-оп-оп. Может быть, мы сделаем 7, и он тогда осознает, что надо выйти отсюда из этой игры. Ну? Ну? Альдов-4, молодой человек, блядь. Можно? Нет, ему пофиг. Короче, надо ему забить и сделать ему очки, я считаю. Опа. Чтобы он ливнул уже. Ну, заебал в натуре. Опа. Вот такие очки. Лагающие. Что, повтор можно было посреднее? Ему вообще пофиг. Он прям до того играет. Ну, я... Ладно. Удачи ему, конечно. Поздравляю с Поведой. 8-2. Очень долгий выпуск получается. Окей, очередной матч. Я думаю, если выигрываем, то попробуем добить дивизион. Если проигрываем, то это все. Это дизмораль. Это пока. Состав очень сильный. Будет тяжело. Ну, я попробую. Куда? А куда Паредос? Куда она убежала? Блядь. Он еще и празднует. Я понял. Без горячей жопы не обойтись. Давай, Влахович, пожалуйста. Есть. 1-1. Рош. Паредос. Последний момент. Супер подкатик. Влахович. Убегаем от Тамори. Давай, давай, заколотить. Надо было вместе с Алисоном забегать в ворота. Я чувствую, это просто веселый будет матч. Хорош, Сомер. Повезло, повезло. Снова Влахович. Ай. Наш, няш, 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 няш. Влахович, ну, пожалуйста. Как-то странно отбивает Алисон. Мяч влево, он вправо. Перекладина, как же нам фартит. Ну, давай. Опять Алисон. Все летают. Что это, блин, за игра? Ольма на Влаховича. Влахович обратно. Борелла. Ну-ка, Ника. Есть. Очень важный мяч. Нико Борелла. Никола. Колян. Колян Борелла. Борелла. Никола. Никола, выручай. Колян. Гави. Блин, что это за удар, блядь? Вдоль ворот. Ну, пиздец. Гави, короче, плохой игрок на фланге. Влахович. Пустые. Ольма. Есть. 3-1. Опять Гави. От Тамори убегаем. Дай ему пас. Хороший Влахович. Блядь. Ну. Ну, просто попади. Есть. Влахович, красавчик. Выпрыгнул свое. 4-1. Переветаем. 4-1. Блядь. Тамори карточку. Красная. Красная. Домой. Ну, смотри, я даю пас. И он убегает. Это что, нормально? Потому что такого хуйни не было. Прямо я такого хуйни не было. Влахович. Борелла. Перекинуть четко. 5-1. Красная карточка. Может, стоит покинуть матч? Почему они все какие-то настырные? Они играют до конца? Что, дурные? Ну, че, ну ты вообще... Ладно. Забил. Прикинь. Просто кик-офф. Блин. Почему не попал? Столько моментов. Ой, как обыграл. И пас. И Берарди. Алисон. Ну, там кто-нибудь. Ну, там кто-нибудь. Ну. Берарди. На дальнюю. Давай, давай, давай. Ди Лоренцо. Каков же Ди Лоренцо. Хорошее приведение. Очень нравится мне Ди Лоренцо. Прямо вписался. Вот кого я не хочу менять. Вот если так, окровенно, по составу. Точно. Ну, Собер. Вроде норм. Ладно. Сто процентов. Это Ирен Паредес. Ди Лоренцо. Ну, Берарди. Мне нравится, как бегает. Боррелло вроде неплох. Ну, Влахович получается. Все. Остальные, типа, моментами. Хотя и Влахович тоже моментами. Вот Ольма. Ольма тоже, блядь. Вроде сбивает. Ну, не очень, я уверен. Гримальда вроде что-то бегает. Но, я думаю, можно усилить. А вот Ирен Паредес, Ди Лоренцо, вроде хороши. Хотя Делик на самом деле тоже. Я что-то так подумал. Неплох. Неплох. Он хоть и медленный, но он неплох. Пизда. Сам себе привез. 6-3. Блядь, я что-то хуйня занимаюсь. 6-3. 4-6, точнее. Ау. Ау. Ольма, баррелла. Баррелла. В лугове. Да ладно. Это в сайде, да? Сука. Влахович. Давай, в пустые. Сука. Влахович. Пау. Вот такой удар. Берарди. 7-4. Безумный матч какой-то вообще. Берарди. Закидончик. Безумный матч. Блядь. Этот гави. Это просто что-то. Бля, это было опасно. Я ж залип. Давай, лахович. Жирную точку. Такой же, как и ты. Хе-хе-хе. Пам. Пофиг. Защитника. Тут уже добавлено время. Ди Лоренцо. Ух. 7-4. Победа. Ладно, хорошо. Доби... Попробуем добить. Как минимум, по-моему, я дошел до флажка. Давайте посмотрим. Да, это флажок. И теперь, по-моему, Х2 сейчас будет, да? Если это Х2, то нам нужна будет просто одна победа. Если не Х2, то, по идее, две. Ну, я не знаю, сразу должно показываться или потом. Да, Х2. Все. Вот теперь точно. Все или ничего. Точно последний матч. Тут мы либо переходим в седьмой дивизион, либо Рину сломали. Либо мы еще болтаемся тут, что не очень бы хотелось, потому что уже, по-моему, два выпуска я торчу в этом дивизионе. Дальше будет сложнее. Вот дальше будет уже, может, по три, по четыре выпуска, где я буду болтаться. Хотя седьмой, я говорю, я всегда плюс-минус шестой, пятый вот так вот был. Ну, до третьего там доходил. Типа, но наша цель все равно быть в первом. Быть в первом. Ну, там даже какой-то он элитный, что ли, или как-то так называется. Поехали дальше, новый соперник. С этим челом я точно не играл. У него есть Холланд, у него есть Мункунку, у него есть Алаба. Хотя такое ощущение, как будто играл. Нет? Нет? Не знаю. Ладно. А мне вот интересно, в этом режиме вообще соперника, вот, например, у меня сейчас игра решающая, да, перехожу в следующий дивизион или нет. Сопернику тоже подбирают с такой ситуацией, то есть, который на грани перехода в дивизион следующий. Или как? Был бы, я думаю, так лучше, интереснее, типа, играть. Типа, борьба за выход как бы в финал. Финал финалов получается. Или просто, ну, кто играет, так играет. Нет, в КС не хочу, у меня Мартинес бежит вперед. Нет, не Мартинес, это Валахович! Бля, крестовина! Пошел, пошел, пошел. Можно хороший пас на Ольма. Скорости будто бы не хватает. Ну, Ольма. Сыграл мяч. Сука. Там вратарь, конечно, охерел. От подката, я думаю. Что, всю игру стоит себе в воротах? Никакого такого движа там нет особо. Так. Так. Вот так, и вот туда. А почему ему, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой. А что он с ногами начал делать? Он сам не понял, что он хотел сделать. Ну, или я так нажал? Ну, что, скорее всего. Блахович, блядь. Ну почему мимо? Встаем, встаем, встаем. Ой-ой-ой. Пас говно, но нормально. Ольма. Ольма. Давай в Гави. Гави! Гави! Влахович. 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 2-0. Все, у меня уже кощак. Я уже 3 часа в это играю, в этот выпуск. 3 часа. А у вас по-любому часик где-нибудь получится. Типа, ну, классика. Сила монтажа. Но я так бомблю, когда в это играю. Я так бомблю, когда я монтирую, потому что у меня Sony Vegas вылетает каждые 3 минуты. Это просто, вы бы знали. Какого труда мне стоит эта FIFA? Ольма. Влахович. Душин. Пам! Прямо его с фосома. Пам! Пам! Чикиряо ван ту! Душин! Умудрился ударить, конечно. Там было очень неудобно. Я, знаете что, я вот FIFA перезапустил после того, как у меня в последних матчах стало лагать даже в менюшке. И все стало хорошо. Такое ощущение, как будто FIFA наелась и такая, типа, мне нужно обновить кэш, ты очень долго в меня играешь. Я перезашел, все стало... Хотя вот лагает. Чил, яйца принес на стадион. Дурак, нет? Пам! Сука, прям в упор, конечно. А-а-а-а! Это красное? Это желтое, спасибо. Опа, а я вот такую штучку сделаю. Гави, но я в него вообще не верю, но... Понятного вратаря. Вот такую разыгровочку замутим. Навесик. И там кто? А там, а там... А кто это, Баррелла? Это Дилоренцо. Серьезно? Я его сегодня только купил, он меня уже сколько забивает в каждом матче почти. Красавчик. Дилоренцо вообще топовый. Егор, советую, если смотришь. Ну, я не знаю, если у тебя там сильнее, конечно, то не надо, но... На данном этапе очень классно. Дилоренцо. Угловай. Все, Ливай, Ливай, пожалуйста, Ливай, Ливай. 3-0, ну, чел, ну... Есть! Есть седьмой дивизион, хорошо! Наконец-то, блядь! Я три часа играл, чтобы добраться до него. Вот, приятный момент. Х2, и мы в седьмом дивизионе. 7 из 7. Новый дивизион 7. Три семерочки. Ииииу! Это было тяжело. Это было очень тяжело. А, представляете, что будет дальше? Дальше надо до первого дивизиона, и я вообще херею. Так, вот тут бы идеально раз, два, три, четыре, пять раз выиграть, и все. Но сейчас на этом закончим. Поэтому... Ладно, задание, я посмотрю. Задание. Нихуя не выполнил. Ну и хорошо, с паков мы начинали этот выпуск, паками мы и закончим. Открываем. Три пака выпало, за задание выполнены. Какой-то там набор золотой обычный. Немец. П. П. Из Баварии. Это Сане. Ой. Подожди. Гнабри. Кто это? Это Сане. Все правильно. Сане. Т-84. Т-84. ПП. Это очень хорошо, но если его еще можно использовать на ЛП, это было бы вообще идеально. А он играет ЛП ПФА. Отлично. Только я не помню, у нас ПФА ЛФА. Там вроде бы. Ладно. Такие вот еще игроки у нас тут есть, но они все равно не продаются. Это хорошо. Форма дубликат, не важно. Открываем следующий пак. Приятный бонус в конце выпуска. 81 плюс. Два игрока. Редких золотых. Швед. ЦЗшник. Никто на голову не приходит. Из Ювентуса. Я могу вообще еще с итальянскую лигу себе собрать. Это 7 бранд. 82 ЦЗ. Нормально. Наверное. Ну чисто с Алвай. Я думал они одинаковые. Смотри. Типа сбой в матрице. А, кстати, тоже из Ювентуса. Окей. И последний пакет. Я думаю, я сейчас охуею. Смотрите. 83 плюс. Испанец ЦП. Из Валериала. Ладно. Такой себе, наверное. Это Парехо. И у него 86. Поднялся, кстати. У него, по-моему, 83 было. Или сколько? Не, по-моему, 84 в предыдущих фифашках. 86 Парехо. И Лестед. Хм. Парехо. 43 скорость, конечно. О, 49 не прикольно. ЦП 86. Ладно. Можете накидать мысли. И что можно с этим составом поделать. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Это была Мука. Но мы в седьмом дивизионе. Это главное. Всем пока.